Юлия Гаврилина вышла на связь с подписчиками из Африки. Тикток собирается открыть доступ для пользователей из России? Дане Милохину не заплатили за рекламу. Проблема с беременностью Ани и Щука, Вали Карнавал стала крёстной мамой. Всем привет! Это канал Окблогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Наконец-то можно поздравить с пополнением Диму Козова и Катю Шкуро. Прошлым утром к паре пришёл врач, и после осмотра стало понятно, что роды будут проходить операционным путём. Началось всё примерно в 11, и через 40 минут молодые родители сообщили о появлении на свет их дочки. Мы только что прислали с Катей фотографии, которые мы сейчас будем выкладывать. Вот такая вот у нас реакция. Как вы видели по животу, малышка родилась крупная, вес 3,890, а рост 53 сантиметра. В процессе же Дима всё время находился рядом с женой и даже в самый ответственный момент обрезал пуповину и впервые взял дочку на руки. Много сейчас предстоит преодолеть Кате, чтобы восстановиться. Как минимум, она поняла, что без огромного живота ей тяжело ходить. По сути, приходится заново учиться многим бытовым вещам. Вчера могли произойти и вторые блогерские роды у Ани и Щук. Ночью девушка не могла заснуть из-за сильных болей внизу живота. Утром они всё же решились поехать в больницу, тем более, что был заранее назначен плановый осмотр. Доктора вынесли неутешительный вердикт, что у Ани есть риск преждевременных родов, а это не очень хорошо, так как плод ещё недоношенный. Поэтому их отправили на дополнительное обследование в роддом. Там же пару успокоили, всё оказалось не так плохо, как им сказали ранее, но роди Таня точно раньше. В сути, да, они сказали, едьте в роддом. Вот, всё, как бы, мы сейчас постараемся просто устранить и подождать, пока рано, хотя бы до 36 недели. Восстановить процессы, вот, и после уже рожать. Но будет раньше, вроде 100%. Ну, раньше рожу я, походу, 100%. Тоже мамой, но пока только крёстной стала Валя Карнавал. В сети появились фотографии, судя по всему, сделанные вчера, где она стоит со всей семьёй возле церкви. Крёстной же бандиткой теперь является для племянницы Полины, которую она уже как-то показывала у себя в соцсетях и даже на время оставляла нянчиться с Сашей. Интернет вчера просто всколыхнула новость с заголовком, что ТикТок наконец-то возвращается в Россию, а датой камбэка называют 27 сентября. Об этом сообщил канал 360 ТВ, который якобы имеет контакты с источником близким к компании. Но хочу всех расстроить, это очередной фейк. В пресс-службе соцсети дали комментарий. ТикТок не планирует снимать ограничения на работу в России, размещение видео по-прежнему недоступно. Канал же 360 ТВ не говорил напрямую, что у них есть инсайдерская информация. В эфире они лишь поговорили с каким-то якобы экспертом, который предположил, что ТТ всё же разбанит. А паблики уже разнесли этот вброс как официальную инфу. Это ещё раз подтверждение тому, что стоит перепроверять подлинно всего, что ты видишь в интернете. А вот Тендерли всё же порадовалась разбану, но своего канала на Твиче. Напомню, что её профиль ограничили из-за случайного показа на стриме «Подруги», у которой кое-что вывалилось из купальника. Модераторы ограничились всего неделей, но, к сожалению, также снесли все ранее сохранённые записи старых потоков Амины. Борьбу с фейками и ложью в отношении себя решил объявить Никоглай. Сегодня он устроит очередное шоу на стриме, где собирается ответить на самые кайферзные вопросы, находясь под проверкой детектора лжи. В общем, в пятницу стрим с полиграфологом. Я сяду на детектор лжи, и Жожа будет задавать мне вопросы от всех своих друзей, от всех зрителей, от всех вообще. То есть пишите даже сюда свои вопросы, может даже отсюда выберутся вопросы, которые мне зададут под детектором лжи. Поэтому делаем грязи. Будем надеяться, что Коля не станет делать постановы, приглашать поставных специалистов и ответят на всё честно. Как минимум, интересно наконец-то поставить точки в вопросе с накруткой, где много мнений, но до правды так никто не добрался. Нечестность существует и в мире рекламы, даже от тех, от кого редко такого ждёшь. Стало известно, что Даня Милохин, а точнее его представители, начали судиться с магазином Дикси и заранее неоплаченной рекламы. Тиктокер со своей стороны всё выполнил. Сделал пост, где рассказал об акции с подарочными игрушками. Но вот компания по контракту так и не перевела ему деньги, ссылаясь на то, что у них сменилось руководство и они не обязаны за это платить. Вчера же Даня поучаствовал в ещё одном рекламном проекте, но уже от пятёрочки, где они с Аней Покров противостояли ютуберам Дикому Данику и Яне Зениной. Всё это проходило в формате стрима, где ребята попробовали на себе работу на одной из точек в роли упаковщика и доставщика. Пусть это была реклама, но получилось достаточно забавно. Как минимум теперь гуляет куча мемов, что ребята нашли себе новую работу на замену блогерской карьере. Актриса сериала «Отпуск» Альбина Кабалина, которая провела последний съёмочный день в новом сезоне, раскрыла несколько интересных инсайдов со съёмочной площадки. Например, мало кто знал, что пилотный выпуск снимался ещё в 2019 году, став последствием первой серии проекта. А продолжили снимать только летом 2020-го, поэтому присмотревшись, можно заметить изменения в актёрах. Также стала известна точная дата премьеры второго сезона, сколько всё это будет сниматься и планируется ли третий. Съёмки «Отпуска» уже закончились, для меня – да. А так съёмки длятся до середины сентября. Внимание, второй сезон выйдет 31 октября 2022 года. Третий сезон будет? Ну, я слышала, что он пишется. Третий сезон пишется, а будет он или нет, зависит от того, какие будут рейтинги в втором сезоне. Как вы уже знаете, команда «Мэйджик Файв», которая с недавнего времени стала «Мэйджик Фо», полностью распадаются. У парней появились планы разъехаться по другим странам и начать сольную карьеру, по сути, с чистого листа. Вчера у них прошёл прощальный ужин для «Респекта», который скоро уедет. А вслед за ним планируют сделать то же самое и Дима Евтушенко. По соцсетям Даши Каплан трудно сказать, что она сейчас чувствует и смогла ли хоть чуть-чуть отойти от случившейся измены. Как вчера стало понятно, у неё не получилось это сделать, не помогла даже поездка в Москву и переезд в новую квартиру. Сейчас девушке кажется, что вся её жизнь до произошедшего была лишь каким-то спектаклем с плохим концом. «Я как будто жила жизнь, всё было хорошо, здорово. Задний фон превращается в кулисы и разъезжается, как декорации. Из пустоты люди выходят, начинают хлопать. И всё снято, и все расходятся». Даша вчера ещё провела первый за долгое время стрим. Качество картинки пока не очень, потому что она попросту не успела всё настроить и докупить после переезда. Но судя по онлайну в 40 тысяч человек, зрителям было достаточно и этого. Вышел новый выпуск «Ночного контакта», гостем которого впервые стал Диппинс. Ведущие тепло встретили Ваню, высоко оценив результаты его карьеры на разных площадках. Успели также пошутить на тему их якобы любовных отношений с Егором Кридом. Популярность же, которая свалилась на стримера, доставляет ему много неудобств. Из-за загруженности по контенту, он в прошлом семестре редко посещал пары в универе. Но ему стало тяжело во время сессии, когда вроде нужно сосредоточиться на экзамене, но приходится ловить взгляды тех, кто знает тебя по интернету. И да, если кто-то хочет посмотреть полный выпуск, ссылку на запись оставлю в описании и закреплённом комментарии. Юлия Гаврилина вышла на связь со зрителями впервые после слухов о её уходе из нового сезона «Звёзды в Африке». Всю эту тему она комментировать не может, так как запрещено по контракту. Но судя по обстановке и звукам природы на фоне, шпуйка до сих пор снимается, а также по всем скучает, что она написала отдельным сообщением. Осталось ли тиктокерша на самом деле или нет, сказать точно тяжело. До финала проекта буквально неделя, и продюсеры специально не отпускают домой последних 5-6 участников до самого конца в Африке. Чтобы никто не смог догадаться и сделать какие-то выводы по поводу победителя и финалистов. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро.